Турецкие истребители, сбившие в конце ноября российский Су-24, заранее планировали эту атаку и нанесли ее из засады. Мнение российских экспертов подтвердил один из самых известных американских военных аналитиков, Пьер Спрей, детально обосновав свою точку зрения в интервью авторитетному журналу «Харперс». Он подчеркнул, что турецкий F-16, а Спрей, к слову, является одним из разработчиков этого самолета, вылетели на задание за 75 минут до появления наших бомбардировщиков и все это время скрывались от радиолокаторов. Низкая и требующая большого расхода топливого высота баражирования истребителей F-16, чудесное совпадение по времени с прибытием российских самолетов и тот факт, что они даже не преследовали самолет сразу после приписываемого ему нарушения, все это очень сильно смахивает на заранее спланированную операцию. Турки позволили российскому самолету нанести удар по цели и уйти на долгий 7-8-минутный разворот для новой атаки. Лишь после этого они вышли со своей скрытой на низкой высоте позиции, поднялись чуть выше на удобную для обстрела высоту, ударили по Су-24, нырнули под порог обзора РЛС, войдя при этом в сирийское воздушное пространство и полетели обратно на базу. По мнению Пьера Спрея, устроить засаду было нетрудно, поскольку Россия заранее информировала о маршрутных планах американцев, а через них и всех участников так называемой западной коалиции. Он также отметил, что никаких предупреждений российским летчикам со стороны турецких не поступало. Место же, где произошла атака, Спрея характеризовал так, цитата, это пограничный переход, используемый турками для переброски джихадистов в Сирию. Через него также идет довольно оживленное движение грузовиков, включая, видимо, немало бензовозов. Конец цитаты. Конец цитаты.